В одном из новых проектах Театра Энтерпиза задействовано много актеров и за основу взята абсурдистская пьеса одного из самых известных писателей 20 века. Театр абсурда особенно рифмуется с сегодняшним днем и репетиции проходят в его потоке. Что я должен был сделать? Что? Зачем? Зачем? Помоги мне, пожалуйста. Ты видела, что происходит вообще? Да, я хочу. Ты поняла, что происходит? Да, Катой дома все она должна делать. Ты хотя бы, ты хоть немножко понимаешь, о чем я здесь? Ты издеваешься надо мной сейчас? Вот ты мне в глаза посмотри и ты скажи мне, ты издеваешься надо мной? Я не знаю, как дальше быть. Не знаю. Не знаю. Что? В чем дело? Что ты хочешь от меня? Я хочу понимания. Я хочу, чтобы ты меня хоть раз мог понять и помочь мне. Еди нежды раз. Как я тебя должен понять? Как я тебя могу понять? Я вообще не понимаю, что ты делаешь. Театр Энтерпиза пригласил в этот проект режиссера из Ильежа Ирину Снетко, профи и большую пересмешницу. А вы что, уже снимаете, что ли? Это ужас какой-то. История моего знакомства с этой пьесой уходит корнями в мою глубокую юность. Потому что я прочитала эту пьесу, когда я еще училась в институте в театральном, и она мне запала. Я просто поняла, что это мое, мне хочется это поставить. И я ставила отрывки из этой пьесы в студенческие годы, но сейчас вот пришел такой момент, неожиданно, да, для меня, в моей жизни, что меня пригласили в Энтерпризу, и благодаря этому приглашению я могу реализовать свою мечту поставить эту пьесу. В те еще годы это был такой неизвестный и непопулярный у нас японский автор. Скажем так. Когда я думала над тем, какую пьесу выбрать, какая пьеса мне кажется сейчас актуальна, конечно, на первом плане стоит тема войны, да, и тема антивоенного посылу, но мне не хотелось так напрямую ставить про войну, да, тем более, что в глубоком анамнезе у нас у всех неимомерное количество фильмов, просмотренных на тему Великой Отечественной войны, да, в нашем советском детстве, в общем, до сих пор снятся ночами, где убегают фашистов, да, кто-то там в партизанском лесу. И поэтому я выбрала пьесу, которая не говорит напрямую об этом, но она говорит в целом о жизни человека, о жизни человека и о том, как на него влияет общество, как это общество может его сломать, да, как это общество может его и поиск этого слова уничтожить. Поэтому я вас всех приглашаю, приходите, и вы сами решите, являйтесь ли эта пьеса антивоенной. Я ее таковой считаю, но вы посмотрите и решите сами, она является антивоенной по вашему имени. Нет, я хотела бы сказать, что там с той стороны, с которой мы помогли. Вот, художник. Руководитель проекта Ирина Остапова, актриса и менеджер театра «Анферпиза» со стажем более 20 лет. Здесь нет главных героев и второстепенных. Здесь неимоверное количество главных действующих лиц, потому что есть молодой человек, есть семья, есть невеста этого молодого человека, есть девушка, которая очень нравится этот молодой человек, но не его невеста, есть старший брат, которому нравится невеста. Все очень запутанно, все очень неожиданно, очень неожиданно. Финал, хочу сразу сказать, такой непредсказуемый. И все должны быть на сцене практически одновременно. То есть практически нет сцен, где на сцене находится один человек. Практически нет. Практически все. Больше десяти. Больше десяти человек. Десять, двенадцать, тринадцать, четырнадцать. Вот примерно столько человек у нас справится. Пьеса нравится то, что это нестандартный сюжет. Он на сегодня очень актуален. Мы в кино и в театре можем видеть подобные интерпретации. Он интересен тем, что задействовано очень большое количество человек, одновременно и глубок всего происходит на сцене. Дальше говорить. Открывать тайну не буду. А может, ей вообще закрыть? А может, ей вообще закрыть? А может, ей вообще закрыть? Саша, не прошу. Может быть, вообще закрыть ей? Нет. Все. У нас прямо подготовка к свадьбе, да? Мы не привязываемся ко времени, потому что отношения личности и общества, они вне времени. С тех пор, как только человечество организовалось в какую-то систему, в какую-то систему общественную, в какую-то государственную систему, с тех пор существует этот конфликт интересов. У общества они интересы, у человека другие интересы. Общество объясняет, почему человек должен делать это, а вот это не делать, как он должен это делать. И очень много, очень много-много правил, с которыми мы с вами живем. Каждый день, каждую минуту, каждый час. Мы решаем для себя большой вопрос. Мы выбираем для себя следовать этим правилам, следовать этим правилам. У нас этим правилам следовать обязывают. Мне с интерпризами работать очень хорошо. Нам очень мешала зима, потому что было много вирусов. Нам очень мешает весна, потому что работать не хочется. Но, несмотря на это все, я вижу коллектив талантливых людей, которым нравится эта пьеса. Что меня тоже очень радует. Не может не радовать. И мы все берем желание все-таки довести начатое до конца и эту пьесу сыграть для вас. Декорация у нас планируется достаточно минималистичной, то есть очень условной. То есть это быт главного героя, но он очень условный такой. То есть в начале, в самом, это упорядоченный быт. Все стоит на своих местах и приходят эти гости. И они начинают этот быт менять, переставлять. В общем, и получается такой хаос. И каждый раз они это заново пытаются переустроить его мир. Вот такая история. Вот, а выглядеть это все будет вот немного похожим на архитектоны Малевича. То есть очень геометричное, условное пространство. Черно-белое. Вот. Зачем вы должны расслабиться? Пожалуйста, максимально попробуйте расслабиться. Так, чтобы расслабилась шея, плечи. Чтобы вы волну и чувствовали, как бы расслабляетесь, начиная с макушки. Все расслабляемся. Разминку ведет педагог по актерскому мастерству и сценической речи, телеведущий украинских каналов из Киева Аурика Дзегора. Звучит музыка. Звучит музыка. Звучит музыка. Звучит музыка. Звучит музыка. Ходите, ходите. Вот, извините сами, они все еще десять. Их восемь, а я один. Я спрашиваю, в чем конкретно выразилось нарушение закона? А что, если спрашивать нужно? Вы же сами все видите. Это нарушение происходит прямо на ваших глазах. Так, 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 так. Ну так, ну ладно. Один слово. Согласно заявлению, здесь очевидно, и предместо нарушение закона, гарантирующего неприкосновенность жилища, незаконное положение. Я же говорю вам, они мне совершенно чужие. Ну ладно, ладно. Будет какое-нибудь конкретное нарушение, или в случае прямого ущерба, пожалуйста, можно опять обращаться к нам без безднения. И я протокол составлять не будем, потому что и писать-то, собственно, нечего. Ну, прошу прощения. Но ведь... Но ведь это нелепо. Илья Вауна. Ну, разогласно давай вы hallи. Гори. Илья Вауна. Илья Вауна. Субтитры создавал DimaTorzok